После вступления в силу нового федерального закона об образовании стало известно, что теперь государство перестает субсидировать места в студенческих общежитиях. По всей видимости, разработчики данной идеи считают, что такая мера даст руководству вузов большую финансовую самостоятельность. На деле же это может попросту вылиться в никем не контролируемый рост платы за проживание иногородних студентов, как известно, не из самых богатых слоев населения. Правда, исполняющий обязанности ректора Рязанского госуниверситета Сергей Пупков говорит, что резкого повышения оплаты за комнаты в общежитиях ждать не стоит. На студентах нашего университета с 1 сентября это не отразится никак. На незначительные суммы будет повышена только оплата коммунальных услуг. Но это естественный процесс, который происходит каждый год. В этом нет ничего удивительного. Сумма действительно незначительная. В дальнейшем при формировании нашего бюджета на следующий год, нашего финансового плана, мы уже будем изучать, каковы механизмы поддержки студентов со стороны вуза. Будут ли какие-то меры помощи со стороны нашего учредителя Миноборнауки. На данный момент все мы, и наш вуз, и другие вузы, мы только работаем пока с текстом закона. Кстати, в некоторых вузах страны уже случились скандалы из-за требований руководства институтов доплатить за комнаты в общежитиях. По сообщениям ряда федеральных СМИ, одномоментно цена там поднялась в несколько раз. Чем обернется очередное снятие государством с себя социальных обязательств, понять несложно. Студенты все равно будут платить повышенную ставку, ведь арендовать жилье в городе еще дороже. Исходя из подобной логики коммерциализации отечественного образования, следующим шагом будет сдача в наем целых этажей студенческих общежитий. А что, с гостиницами явно дефицит, а тут такие площади. А студенты-не бояре могут и потесниться. Впрочем, эта логика управленцев из Министерства образования явно идет вразрез с заявлениями президента о модернизации экономики и создании высококвалифицированных рабочих мест. Продолжение следует...